Я просто должна сказать, что я категорически возражаю против использования вами худшего слова умора. Мне кажется, что это очень похоже на вашу реакцию на то, что вас назвали в одном из этих манифестов. Естественно, вы не несете ответственности за слова того, кто написал этот документ. Но я думаю, что смеяться над этим – это реальная проблема, потому что это реальные семьи, которые пострадали от этого насилия. И я думаю, что наши усилия по обсуждению этой проблемы должны начинаться с места взаимного уважения, что я и услышала с этой стороны стола. Причина, по которой у нас нет этих цифр, я хочу получить эти цифры так же, как и вы, но говорить, что цифры чего-то не показывают, просто не подтверждается данными. Хорошо, у меня осталось 38 секунд. Мисс Маллиган, если вы хотите, то можете использовать это время. Единственное, что я хотела бы добавить, это то, что это называется терроризм. Внутренний терроризм. Он терроризирует нас в наших домах. Терроризирует нас в наших школах. И возвращаясь к пунктам, озвученными другими участниками дискуссии, он непропорционален по сравнению с его влиянием на жизнь каждого человека, и это не так. Вы отвергаете идею того, что не имеет реального значения? Абсолютно отвергаю. Итак, вот на чем мы остановились. У каждого участника есть пять минут. Что ж, у нас есть два участника, которые еще не выступили, поэтому я обращусь к тем двум участникам, которые еще не сделали этого, и дадим возможность высказаться всем желающим. Так я следующий, или мистер Медоуз? Мистер Медоуз, хорошо. Следующий, мистер Клей, затем мистер Джордан. Мисс Оуэнс, очевидно, что это бандитские нападки в вашу сторону. Знаете, мы давали этим свидетелям возможность дать вам опровержение, и поэтому я считаю это несправедливым, мисс Беллоу. То есть, откровенно говоря, вы проявили взаимное уважение, а потом набросились на мисс Оуэнс, это неуместно. Мисс Оуэнс, у вас есть четыре минуты и тридцать четыре секунды для ответа. Передаю вам слово. Благодарю. Я верю, мисс Оуэнс, когда вы употребили слово уморительно, оно относилось к тому факту, что никто не задал вам вопрос. Это не относилось к теме слушаний, верно? Все верно. И другой свидетель, который намекает на то, что не соответствует действительности, это неуместно, господин председатель. Не так должны вести себя свидетели перед этим комитетом. Я также думаю, что вы не говорили, что тема сегодняшних слушаний не имеет значения. Вы сказали, что есть и другие темы, которые также важны, и, возможно, нам стоит потратить время на них. Все верно? Именно так, и они имеют гораздо, гораздо большее значение. Я уже говорила, но повторюсь, вы знаете, что превосходство белой расы и белый национализм находится далеко не на первом месте среди проблем, с которыми сталкивается Черная Америка. Вы поднимаете эти темы в попытке свести выборы к расовому вопросу, как демократ в моем случае. Но я бы не стал характеризовать свой мотив. Господин председатель, это мое время. Мистер Мэдоуз, я дам вам высказаться. Даю вам лишние три секунды. Каждые четыре года вы говорите о расе, и вы точно знали, что я имела в виду, когда сказала «уморительный». И вы просто попытались в прямом эфире сделать то, что СМИ постоянно делают с республиканцами, с нашим президентом, с консерваторами. Вы попытались манипулировать моими словами. Я сказала, что это уморительно, что мы сегодня сидим в этой комнате, и я обратилась к докторам и миссис, и никто не смог дать нам реальные цифры, на которые мы можем опереться, чтобы мы могли оценить, насколько велика эта угроза. Потому что она не настолько велика, как вы ее преподносите. Можете манипулировать, и наглость с вашей стороны приводить манифест о стрельбе в Церкви Христа, и делать вид, будто я смеялась над людьми, которых убивал маньяк-убийца. На мой взгляд, это отвратительно. И мы должны быть выше этого, чтобы попытаться придать какое-либо значение убийству. Маньяк-убийца пишет манифест, в котором, кстати, пусть это будет официально зафиксировано. В качестве источника вдохновения также указан детский мультфильм «Спайро Дракон». Он также ссылается на Нельсона Манделу, как на источник информации. Я не думаю, что Нельсон Мандела побуждал к расстрелам в мечетях. Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь. Вы скорее хотите приписать значимость маньяка-убийце, чем детально рассмотреть этот вопрос. Я сказала, первое, что вредит черной Америке – это отсутствие отца. Второе – система образования и уровень грамотности. Нелегальная эмиграция занимает высокое место, аборты занимают высокое место. Если бы мне пришлось составлять список из ста вещей, то белого превосходства и белого национализма там бы не было. Как по мне, так эти слушания лишь фарс. Иронично, что вы сидите здесь, и у нас три белых человека, которые дают показания, и говорят вам про свой опыт. Мой опыт – это опыт чернокожих в Америке. Я была черной в Америке всю свою жизнь, все 30 лет. Перед выборами каждые четыре года вы делаете одно и то же, и это должно прекратиться. Я вернусь. Спасибо, мистер Мэдоусу, и... Ребята, подписывайтесь на наши каналы на других платформах, дабы распространять абьюзерскую силу. Благодарим вас за то, что смотрите, и за ваши отменные комментарии. Редактор субтитров А.Семкин